Рекламно-информационная программа Трофей Рыбалка Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Внимание рыболовы-любители, рыболовы-профессионалы, сочувствующие В эфире программа Трофей Рыбалка Добрый вечер, у микрофона Владимир Сметанин Также свой микрофон у гостей нашей студии Это эксперты компании Арсенал на Комсомольской 8 Василий Мамонов, с которым мы уже хорошо знакомы Василий, добрый вечер Да, добрый вечер, друзья Василий сегодня привел с собой коллегу-товарища, которого зовут Антон Хлыбов Антон, добрый вечер Добрый, добрый вечер Как мы уже выяснили, Антон специализируется на мототехнике для рыбалки И, собственно, об этом мы сегодня в передаче будем говорить Мототехника для зимней рыбалки, все верно, Василий? Да, сегодня бы хотелось затронуть ту тему, которая вот сейчас уже становится актуальной Зима вот-вот стучится в окошечко к нам И мы поговорили, как выбрать классный костюм Да, там и все-все-все Вот, кстати, кто не успел послушать, можно посмотреть запись Обязательно на сайте Хакирова заходите Ссылки в группе ВКонтакте, например Все есть Сегодня мы поговорим о такой классной теме Сейчас она очень актуальна Это мототехника Как, зачем рыболову добраться ночом до места лова Все, что не пешком Да, все, что не пешком Потому что сейчас, на самом деле, это все развивается такими семимильными шагами Если смотреть там лето, да, то все однозначно уже на лодках Практически все с моторами, уже редко кого встретишь на веслах И зимой все больше и больше людей приходит к тому, что нужно на чем-то двигаться Передвигаться для того, чтобы, не знаю, там, день зимний короткий И больше времени осталось Охватить хочется больше Больше и больше И охватить, скажем так, ту акваторию, куда пешочком ты и не дойдешь Поэтому вот такая мототехника Перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору Да, прошу прощения, что перебиваю Я все-таки хочу напомнить, что программа «Трофеи рыбалка» Еще и удивительно тем, что в каждой передаче мы подводим итоги нашего конкурса Конкурс со фотографией на данный момент Все подробности размещены в группе нашей радиостанции ВКонтакте И сегодня в конце передачи мы назовем имя «Счастливчика», который получит у нас суперприз от компании «Движение нефтепродукт» Это наш генеральный партнер 30 литров бензина «Ультра-92» Вот сейчас прошу обратить внимание Такая вот штука есть Видеотрансляция, ой, видео, простите, запись Вот такие купончики ровно на 30 литров бензина у нас «Счастливчик» получит сегодня Ближе к концу программы озвучим Ну да, и как раз вот этот бензин можно залить Все срослось В ту технику, про которую мы сегодня будем говорить Антон, расскажи, пожалуйста, вот что у нас сейчас вообще есть Я знаю, что там есть снегоходы Какие-то там Большие, мощные Собаки, да, там еще что-то Василий, видимо, редко заглядывает в соответствующий отдел Ну, да, мне как бы вот немножко некогда бывает Ну, в теме, но Антон знает больше и поделится с нами Итак, Антон, ассортимент Да, действительно, друзья Что существует, да, и, скажем так, что там актуально вот сейчас там будет, да Там, не знаю, вот человек приходит, там глаза разбегаются, техники стоит, там какая-то куча Вот, давай начнем с классификации Какие бывают? Ну, классика жанра, я думаю, все видали, все знают Это большой, огромный снегоход, который везет быстро, везет много Но нюанс... Стоит дорого Стоит дорого, место много занимает Бензина требует много При этом все чаще и чаще люди обращают внимание на маленькие средства механизации для зимней рыбалки Да и для, в принципе, для активного отдыха Одни, наверное, из самых ярких представителей на сегодняшний день Это мини-снегоходы и мотобуксировщики, мотособаки Их называть можно по-разному Толкачи и еще миллион всяких разных названий Ну, то есть это все... Сути не менее Это одно и то же Это все не пешком Те, кто никогда это не видел, могут забивать соответствующее название в поисковике Да, но здесь, например, мотобуксировщик от мини-снегохода Он все равно там отличается конструктивные особенности, какие-то у них там есть В моем понятии мини-снегоход Это тот же самый снегоход, только мини Мини, да, все верно Да, 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 все верно Давайте дадим выговориться Плюсы, давайте поговорим все-таки про плюсы и минусы большого маленького снегохода И все-таки мотособаки, мотобуксировщики, поговорим отдельно о них Давайте, хорошо Большой снегоход плюсы Везет много, быстро, далеко, комфорт Маленький снегоход, это же самая копия большого снегохода Стоит дешевле Бензина тратит гораздо меньше Место занимает гораздо меньше Для транспортировки не нужен какой-то гигантский прицеп Место в гараже, либо где-то в подсобном хозяйстве занимает очень мало Но при этом еще и стоит очень дешево То есть маленький вариант большого снегохода Везет меньше, везет, ну, по расстоянию не будем говорить Но везет действительно там двух-трех здоровых мужчин с экипировкой вполне может доставить до места А принцип работы тот же самый Двигатель, гусеница, одна, либо две лыжи Тут бывает просто все более компактно Все более компактно, все более дешево Я, если правильно понимаю, в любом случае большие снегоходы, они, ну, менее популярны, наверное, да, потому что для транспортировки, как вот ты уже сказал, там, прицеп нужен Место для хранения Место для хранения какое-то необходимо Средства, чтобы содержать Средства, чтобы его содержать Техническое обслуживание, там, бензин, все оставшееся И, соответственно, такие штуки выбирают, как правило, люди, которые ездят большими компаниями Потому что я вот видал, да и сам там ездил, да, сани огромные там прицепляют Да, да, да В них там еще пять человек сидит, двое на сне ходе Можно больше То есть и вперед едут Соответственно, выбор для людей, которые ездят далеко на рыбалку, которым нужно огромное расстояние покрывать, которые едут большой компанией То есть там выбор однозначно большой снегоход Но у него есть там определенные минусы, да? Да Вот по маленькому снегоходу проходимость его, ну, есть вот такое понятие проходимость, да? Большой снегоход, я знаю, за счет того, что мощность двигателя Ну, давай, Вася, начнем с другого фактора Я только не понимаю, в чем мерить проходимость По снегу По снегу Сегодня говорим про снежного покрова Большой снегоход за счет своей мощности двигателя, за счет, там, не знаю, ширины гусеницы Большого пикна контакта, большой гусеницы, длинной гусеницы, большой базы По пухлому, по такому рыхлому снегу едет лучше, чем маленький, верно? Не всегда, но в целом, да, верно. Плюсы все-таки мини-снегоходы. Это, наверное, один из основополагающих факторов, это цена. То есть, если говорим про сегмент около ста тысячных мини-снегоходиков, каких-то мотобуксировщиков, ну, 100 тысяч рублей больше может народу себе позволить. Причем, наверное, в большей части случаев он справляется с этими же самыми задачами. Везет, ну, в среднем это один-два рыбака, это, допустим, ты плюс товарищ, плюс бурые ящики и рыболовный скарб. Стоит дешево потребляет, бензин меньше гораздо. Насчет проходимости очень актуальный вопрос. Да, если мы берем мини-снегоход, да, он будет по проходимости уступать. Да, он будет, конечно, меньше места занимать. Но если нужно проехать определенное небольшое расстояние, то есть точки в точку... Это сколько? Ну, да, вот сколько на таком снегоходе комфортно ехать? 20, 30, 40, 50 километров. 10, 15, это можно преодолеть легко. В принципе, на дальняк куда-то идти. Это без дозаправки. Комфортно. Ну, это и без дозаправки, наверное. Это, наверное, комфортное расстояние, пока там не устанешь. Но у него скорость. Это все-таки частный случай. Это частный случай, пока не надоест. Скорость невысока у него. Сколько вот они там едут в среднем? Ну, округлим, это 30-20 километров в час. То есть до 40, это в большинстве случаев. А большой снегоход может там и 60, и 70. Лучше ехать на мини-снегоходе, чем хорошо быстро бежать. Лучше все равно. В любом случае, это не пешком. Это гораздо интереснее. Зона облова получается больше. Это можно полезную нагрузку взять с собой. Это можно рыбу увезти. Если был день чертовски удачный. За счет этого мы просто не потащим это на себе. Дальше, что еще интересно будет слушателям? По проходимости, да, я думаю, что маленький снегоход, наверное, проще вытащить. Ну, вдвоем его можно там из снега откопать, а большой фиге останешься. Вася, я чуть позже тоже задам. Представь, большой снегоход, ну, вес у него в среднем, там, если какие-то утилитарники брать, это 300 плюс-минус килограмм. То есть, мини-снегоходы, ну, в самом худшем случае, это 150 килограмм. Я имею в виду, что про заводские модификации дорожные. То есть, достать его из пухляка, когда снега по самые неболой, можно гораздо легче одному вдвоем. Частный случай, опять же, разбирать не будем. По проходимости, конечно, мини-снегоходы будут уступать. Но при этом достать его действительно будет легче. Можно я еще такой приведу пример, да? Ну, вот как я понимаю, мини-снегоход и полноценный большой снегоход. Если, например, рыбак выбирается на этой технике, ну, вот, да, в незнакомую совершенно местность, такая непаханная целина снежная, я так понимаю, что на большом снегоходе можно вообще без задней мысли забуровиться, куда хочешь, вот, проехать. Не всегда. Не всегда, но в большинстве случаев, да. Да. То есть, типа, разные, и какие-то подъемы, и спуски, вот такая пересеченная местность, в принципе, он везде вывезет, да? Ну, младший, младший, а его младший собрат все-таки надо думать, куда сойдешься. Не уступать, но все-таки есть некоторые модификации мини-снегоходов, мини-буксировщиков, которые по проходимости иногда, в частных случаях, опять же, не уступают и большим. Во-первых, за счет массы, за счет коэффициента полезного действия нагрузки на грунт, в данном случае это на снег. То есть, гусеницы будут, ну, как минимум, столько же давить, при этом с той же нагрузкой идти по снегу. То есть, иногда мини-снегоходы получаются не хуже, как минимум, больших собратьев. Но при этом стоят... А от чего это зависит? Может быть, конкретных производителей можем сейчас находить? Да, но вот конкретные бренды конкретные, которые... На что стоит обратить, на какие бренды? У нас вот их много стоит, я, честно, даже все не знаю. Ну, один из ярких, один из ярких, что, в принципе, с кем работаем давно, но какая техника себя зарекомендовала с точки зрения практичности, цены, расходников? Это компания Ирбис, на сегодняшний день одна из лучших представителей, а конкретно это модели Мухтар. Седьмой, конечно, кону в лету, но пятнадцатый Мухтар никуда не делся. Камни Мухтар. Мухтар. Незаменимый помощник на рыбалке. Производитель страна? На сегодняшний день Россия, матушка. Россия? Все в России собирается. Российские комплектующие, помимо, наверное, только двигатели. Все остальное полностью Россия. То есть, да, с недавнего времени начали сделать все в России. Почему он? Почему не кто-то другой? Во-первых, наличие запчастей. Ну да, вот давай конкретно по этой модели тогда поговорим. Ну, давайте поинтереснее. Пятидесятая гусеница. Самая, наверное, основополагающая ширина гусеницы. То есть, чем больше ширина, тем больше площадь контакта. Да, да, да. И выше проходимость, да. То есть, берем за базу, за основу, пятидесятую по ширине гусеницу. Берем ее в длину. Если мы ее разрежем и поберем, длина у нее будет 2,80. Типичный, в принципе, для мини-снегоходов форм-фактор. Это две лыжи спереди с минимальным набором функций, с минимальной подвеской. Но все-таки подвеска это есть. Легко он может перетаскивать грузы до 300 килограмм. А мощность двигателя 15 лошадиных сил. Соответствует названию, все верно. И, соответственно, и расход у него будет такой. Ну, заявленный производителем это до 4,5 литров. Опять же, режима езды будет зависеть. На час работы. А, час работы. Ну, в зависимости от того, где мы едем по укатанному снегу. За час мы сможем преодолеть расстояние километров 30. Ну, Ваше, давай посчитаем. 5-40. То есть, на 30 литров бензина, который мы сегодня подарим, в принципе... Можно уго-го укататься. Уго-го уехать хорошо можно. Но, опять же, будет зависеть от типа снега. Ну, это понятно. Это пухляк, это укатанная, это корея. Я говорю, в среднем 30 километров, в принципе, там, ну, так вот, нормально на нем... В час, да. В час пройдешь спокойненько. Да, вполне, вполне можно. Так, супер. И вот эта модель, я, насколько знаю, она достаточно так компактно собирается. Более того, Вась, можно еще разобрать. У нее же там снимается лыжный модуль, я, насколько понимаю. Рама, сидушка, двигатель при желании можно снять. Я это к тому, что прицеп не нужен. Да. А в машину прям? В машину. Если вы обладатель... Вот в какую машину войдет, да, вот. Универсал. Универсал. В средней руке кроссовер, внедорожник. Паркетник такой. Паркетник, пика. Без проблем просто разбирайте, складывайте, убирайте все комплектующие. В багажник. Сколько времени на сборку-разборку? Ну, при сноровке, должной сноровке, ну, занимает это 15-20 минут. А если трезвые? А если трезвые, то быстрее. Десять. Не, ну, короче, преимущество, да. Ценник, мало бензина. Дешевые расходники. И собирается в машину, нам не нужно тратиться на дополнительные там прицепы, еще там что-то. Ну, давайте озвучим все-таки ценник. Ну, и места в гараже взрывает очень мало. Давайте ценник озвучим, это не секрет. Ну, сегодня говорим про около статтысячные снегоходы, поэтому чуть-чуть за 100 переваливаю. Чуть-чуть. Конечно, более подробно всегда можно в арсенале проконсультироваться, расскажем, покажем, разжуем. А дополнительные какие-то прибамбасы к нему... Тюнинг. Да, тюнинг. Нет, я имею в виду какие-то штуки, которые, например, увеличивают проходимость. Ну, знаете, как на автомобилях, вот там, цепи, да, например, на колеса можно... Ну, наверное, первое, что предлагаем людям всегда, это расширители лыж. То есть расширители увеличивают пятно контакта лыжи, проваливаться будет меньше, да-да-да, все верно. Плюсами стираться лыжи родные будут гораздо меньше. Так, в качестве какого-то защитного чехла. Но первая функция всегда расширителей, это непосредственно, чтобы лыжи проваливались гораздо меньше в рыхлый, пухлый снег. В свежевыпавший, да? Да, все верно. Так, вообще хорошо. С гусеницей, то есть там уже тюнинговать нечего, да? Нет, все, буквально все из коробки, достал, залил бензин, поехал. Ну, конечно же, техника требует. А, во! Сам это главное. Вот достал из коробки, залил, поехал. Вот на лодочных моторах есть такая штука-обкатка. Вот здесь она существует? Конечно, конечно. Двигатель какой, двухтактный, четырехтактный двигатель. То есть, соответственно, там бензин с маслом ничего мешать не надо, отдельно заливаем масло. Только чистый бензин. Какое масло мы туда заливаем? Специализированное. Специализированное масло, которое еще и при низких температурах там должно себя вести там правильно. Ну, синтетика не обязательно, но это все-таки отдельно передачу надо посвятить. Это тоже есть, масло у нас тоже есть в арсенале. Все расходники, все жидкости, все-все-все есть. Так что спрашивайте, вот там приходите, кого заинтересует, в арсенал забегайте, парни подскажут. На Комсомольскую 8. Да, сколько стоит масло в среднем? Порядок цен начинается от 400 буквально. Ну, то есть, опять же, там 80 рублей и пошли вверх в зависимости от своих хотелок. Как часто масло меняем? Раз в сезон, ну, вот зимний сезон откатали, потом я его там должен законсервировать, там убрать, не знаю, в гараж поставить. Или как мотоблок можно использовать. Или что там с ним делать? Как мотоблок, конечно, не получится. В качестве, кстати, вездеходной техники, всесезонной, Мухтар 15-й подходит. Да, подвеска позволяет, она катковая. А там же можно колеса поставить. Катковая, она, Вась, уже идет с завода. Катковая подвеска, помимо этого, для улучшенной проходимости можно поставить, опять же, те же самые склизы, которые идут, опять же, в комплекте. Что такое склизы? Склизы, кто не в курсе, это направляющие, которые дают меньше гулять гусеницы. Ну, аналог независимой подвески на машине. То есть, есть независимая, есть зависимая. Если обычная катковая подвеска, она будет больше отыгрывать неровности, пеньков, каких-то там ухабов, да-да-да, будет все огибать. Склизы блокируют гусеницу, валиться она будет в рыхлый снег гораздо меньше, дает управляемость, лучшую, не тюнинг, Вась, это все-таки стоковая комплектация, все из коробки опять-таки. А, они там есть? Да, они идут в комплекте. Чтобы улов не растрясти. Ну, или дорогую жену, если взял ее. Все верно, все верно. Либо товарищей не потерять. Ну, да, да, да. Да, кстати, немаловажный вопрос. Все-таки речь идет о технике. А как по части категории водительской на все эти вещи? Права на нее нужны? А, законодательство на сегодняшний день идет как? Везде, где есть гусеница и хотя бы одна лыжа, по идее, подлежит регистрации? В ГИБДД? Нет. В Гостехнадзоре, то есть где регистрируют трактора, снегоходы, большие, маленькие и так далее. Но нюанс какой? С техникой должна быть... На снегоход я знаю, что права нужны на большие. Тракториста. Ну, права трактористам, но тем не менее они нужны. У меня есть, если что, обращайтесь. Приходите, подкажем, что лучше взять. Вот, а на такие буксировщики... На сегодняшний день они идут без паспорта самоходной машины, ПСМ-ка так называемая, то есть поставить на учет не получится. А вот у следующего мини-снегоходика, и все-таки он уже относится к мини-снегоходикам, уже специализированным, тот же самый Динго, который идет, кстати, между прочим, с паспортом самоходной машины. Вот его уже, да, его можно поставить и на учет, и кататься с нами на ней. Если я насколько понял, ты сейчас говоришь, Динго 150-й. Он самый, он самый. Следующая достаточно популярная модель, за которой там очередь стоит, которую в сезон можно не найти и не купить. Ну, хорошо, давайте о ней поговорим. О ней плюсы и минусы по сравнению вот с этим же там Мухтаром, что он нам даст по ценнику, я насколько понимаю, он там, по-моему, чуть-чуть подороже. Чуть-чуть подороже. Получается, ну, тоже там в пределах ста там с небольшим. Я вот насколько могу их там представлять, то Динго 150-й, это действительно уже такой снегоходик. То есть, если Мухтар, это выглядит такая, сзади база с двигателем, да, и впереди такой лыжный модуль. Ну, все-таки Мухтар, он вышел из мотобуксировщика. Да, то есть, такой лыжный модуль там впереди, трубки какие-то там, все это так выглядит. А Динго 150-й, он такой прям маленький спортивный снегоходик. Маленький симпатичный снегоходик. Ну, в первую очередь, что это, опять же, проходимость 150-й Динго. Он имеет гусеницу шириной 38. То есть, меньше, а меньше, чем уже. Она идет уже, она идет по короче-чуть. Так, это в минус Динго, мы говорим. Ну, понимаешь, если рыбак поехал на рыбалку, опять же, надо поговорить про места, где он будет ходить. Ну, отдельно сейчас про них поговорим. Но, в первую очередь, это комфорт. Динго 150-й, ты подходишь к нему, смотришь, ну, реально маленький снегоходик, комфортный, со своими интересными вещами. В том числе, подогрев рук. Рук, то есть, чтобы руки не мерзли, есть такая функция обогрева ручек. Газа в том числе. Посадка более удобная. На нем можно сидеть вдвоем. На Мухтаре, кстати, только в одного можно ехать. А остальные все едут в санях. Пассажиры едут в санях. Во! Немаловажно. То есть, к Мухтару, помимо всего прочего, нужно еще и сани купить. Опять же, великое множество саней. Тем не менее, понятно, что их там выбор огромен, но это, скажем так, дополнительные финансовые траты. А сколько примерно диапазон цифр? Они же тоже такие, это вот недешевые. Сани идут от 2-700 и пошли, опять же, до своих тела. 2-700 это ящики возить. Это пластиковый короб без прицепного. Если прицепное берем, это от 3,5. Это подцепил и действительно поехал. Можно взять, конечно, бронированное с так называемыми накладками. Я имею в виду по размеру. А подбираем по технике, конкретно за Мухтаром. За 2000 рублей можно взять сани. Такое ощущение, ну, мое предположение, что в них там можно сложить только бурые ящики и все. Где там сидеть-то, они же маленькие будут. Нет, Вася, ты понимаешь, они как раз будут идти в колею. Они будут иметь, во-первых, ширину точно такую же, как усилия. Ну, два человека сидят сюда. То есть 50, полметра. Два, если это будут небольшие, не под 150 килограмм хомячки, то вполне реально. Вполне. То есть вдвоем с каким-никаким шмурдячком рыбацким можно поместиться. В тесноте, как говорится, но не в обиде. Так, Динго, к нему возвращаемся. Динго, подходишь, смотришь, красивый, маленький снегоходик. Имеет очень неплохие технические характеристики. 150 это объем двигателя? Это да, название идет именно от объема двигателя. Суть в чем? Мощность та же. 10 лошадиных сил. 10 лошадиных сил. Везет не так шустро, идет не так хорошо по глубокому снегу. Но мы имеем на борту комфорт. Опять же, комфорт не маловажно. Опять же, введемся. Сани все равно нужны. Сани нужны. Потому что вдвоем, если мы там сядем, то ящики буры однозначно санки. Плюс развесовка снегохода получается гораздо, ну, так скажем, не очень правильная. Все-таки, если хотим преодолевать какие-то снежные буры, большие очень снега, поля, по лугам кататься, все-таки Динго-150 будет проигрывать по проходимости, но при этом он может преодолеть пухляк. Ну, в одного налегке. Почему он так популярен-то? Потому что он дешевый, он комфортный, он удобный. Смотри, не всем ваш... Реально зимой вот все приходят, вот я, насколько там знаю, да, там даже мои там знакомые какие-то... Динго-динго-динго-динго. Вопрос, есть Динго у вас? Сразу сходу. Ну, да. Говоришь, там, вроде бы, да, вот есть. А потом уже начинаются вот как раз вопросы, о чем мы сейчас говорим. А как он пойдет? Вот, да, как пойдет, говоришь, вот так пойдет. Ну, Вась, многие чудес ждут каких-то. Вот, и на самом деле я знаю, что многие там потом переигрывали там с Дингой, покупали что-то другое. Ну, когда, значит, в беседе... Кстати, много кто переходил на Мухтара. В беседе уже вот разговариваешь, понимаешь, где они рыбачат, как рыбачат, да, там, какие... Иногда и проходимость-то не нужна. Иногда суть техники, опять же, малая механизация этой, суть в чем? Довести двух рыбаков до места, в большинстве случаев это бывает просто даже укатанный лед. Ну, не лед, я имею в виду... Особое проходимое качество и не нужны. Да, то есть просто нужно с каким-никаким комфортом с точки А в точку Б перейти, доехать, от рыбачатся и вернуться обратно. Мухтар, седьмой, мы поняли, что там 15 минут трезвые, мы можем его там собрать, 10, загрузить в машину и с успехом там поехать. Динго в машину или прицеп? Покомпактнее. По весу примерно эти же самые 150 килограмм получаются. В машину там загружают? Ну, средние руки, легковушка, если это будет универсал, то да. В некоторых хачбаки, да, войдет. А, ну, точно так же. Войдет, войдет, войдет. Страна производителя, расход топлива, эти еще характеристики у Динго. Про расход говорить не буду, потому что, опять же, надо смотреть, по какому снегу мы пойдем, какая будет загрузка. Ну, в среднем на баке можно пройти на Динго 150, там 50-80 километров в час. На одном баке около 6-8 битров. А, ну, ага, тоже там не заоблачный производитель. То есть, да, если это будет укатанный, опять же, Россия, Россия. Все российское, кроме двигателя, как всегда. То есть, сборка, конвейер, все в России, на сегодняшний день собирается все это под Москвой, город Орехово-Зуево, но двигатели завозятся из Китая. Ну, к этому надо привыкнуть уже давно, да что? Ну, китайская техника, кстати, она довольно надежная. Поднебесная нам поставляется. Ну, и по комплектующим, по всем все то же самое. Двигатель четырехтактный, точно так же льем чисто бензин. Все верно, периодически меняем масло, обслуживаем. Любая техника требует, ну, какого-никакого, все-таки ухода. Расширитель лыж ставим. Ну, они, кстати, подходят от Мухтара. А, вот. Лыжи из той же, кстати, поднебесной, но все-таки они одинаковые. По комфорту, опять же, затронем вопрос. Ты садишься на уже снегоход, у тебя хорошая мягкая сидушка, сзади можно товарища посадить, у тебя нормальный полноценный руль с органами управления. Подогрев сидения есть? Только ручек опционально. Опция. То есть у тебя стоит большое ветровое стекло, ты идешь против ветра, у тебя не задувают, не продувают. Теплее, да. Ручки подогреваются, да. На Мухтаре, ну, на последней модификации, конечно, подогрев ручек есть, но штатно стекла там нет. То есть тоже дополнительные опции. Опции, да-да-да, все верно. Есть. Динго. Ну, кстати, как правило, еще рыбаки любят активно отдыхать, у них есть дети. Просто по катушечке. Маленькие, просто по катушечке. Динго, кстати, вполне справляется, если нам не надо преодолевать какие-то большие сугробы, не надо по полю нескольких километров ехать, там, с загрузкой 400-300 килограмм, там, втроем, в четверо. Динго для укатанного снега, да, миллион раз, да, потому что альтернативы ему пока на сегодняшний день нету. То есть были какие-то пародии, что-то получилось, что-то не получилось, но все-таки Динго дольше всех и качественнее всех держится на рынке. И сколько эти вот упомянутые модели уже находятся так в тренде? Ну, Динго, 150-й уже третья модификация, уже на подходе обновленный Динго, название маленько поменяли, SF, кстати, ждем, скоро будет на подходе, скоро уже выставим, соберем. Вот, я сейчас как раз тоже хотел про новинки спросить, потому что знаю, что они вот где-то должны быть. В чем там-то уже знаешь, ты вот отличие-то? Да, если коротко, то до рекламы это сделаем или после рекламы уже продолжим? Давайте после рекламы. Вкратце, хорошо. Нет, давайте после рекламы, то мы зададим еще много вопросов. Да, небольшая реклама сейчас у нас будет, это программа «Трофей рыбалка». Я напоминаю, что тема передачи «Мототехника для зимней рыбалки». Мы на эту тему говорим с экспертами компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Василием Мамоновым и Антоном Хлыбовым. Небольшая пауза. Трофей рыбалка. Рекламно-информационная программа. Трофей рыбалка. Продолжается программа «Трофей рыбалка». Давайте без лишних отступлений переходим к разъяснению вопроса, который задал Василий своему коллеге Антону Хлыбову. Новинка. Новинка, да. Чего ждем? Новинка, модификация «Динго». Не похожа, чуть лучше. Но изменили внешний вид. Да, если форм-фактор мы посмотрим, «Динго» он все-таки, вот третья модификация, она какая-никакая, она разборная, то есть все это разбирается, все это помещается в багажник. СФ-ка от Ирбиса будет у нас полностью неразборной. То есть прицепик уже нужен? Прицепик либо пикап. То есть можно, конечно, опять же в универсал попробовать запихать, но именно такой разборности унификации уже не будет вовсе. Объясняю, почему так произошло. Ну, в какой-то степени Ирбис провела опрос, спросила, и результаты показали вот что. Насколько часто разбирают? В 90, наверное, процентах случаев держат это либо стационарно, то есть либо крайне редко. Ну, где-то, то есть приехал на машине, да, там, поставил машину, пересел на снегоход и поехал. Да, 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 все верно. В данном случае что мы выигрываем? Погоду надо учитывать, да? Зимой надо... Само собой, выгнулся, даже поехал. Некомфортно бывает, холодно, зябко, собственно, этими вещами заниматься, да. Так. Новинка скоро появится, более досконально, конечно же, опять все расскажем, покажем вживую. Приходите на Комсомольскую 8, магазин Arsenal, он же самый. Пока много говорить не буду, то есть придет, увидим, пощупаем, посмотрим, а снег выпадет, покатаемся, снимаем обзорчики. А, кстати, в Arsenal есть возможность какой-то тест-драйва какого-то? Тест-драйв, да, такой, по предварительной записи, собираем группу лиц, так скажем, по предварительному сбору. Заинтересованных вывозим в лес и там катаемся. И привозим, возвращаем обратно еще в лес. И там катаемся, да, у нас есть такая практика, это нормально в этом году, скажем так, интерес вот к этой мототехнике, он обычно начинается чуть-чуть там попоздней, как правило, как уж вот снег выпадет, да, и начинают. Там многие думают о подарке к Новому году. И начинают, а в этом году вот мототехнику вот прям уже вот, наверное, даже недели две назад уже так активно начали интересоваться, там готовься они летом, да, начали смотреть, начали выбирать, поэтому у нас сейчас практически весь ассортимент выставлен, вот кроме вот новинки, которая приедет. Тест-драйв будет обязательно, мы видеообзорчики снимаем, да, там можно будет посмотреть, задать все интересующие вопросы, мы на них ответим. Дальше. Хорошо. Мухтар, мы поняли, что это такой уже, ну, тоже снегоходик, да, снегоходик. Который, кстати, вот забыл сказать, его еще и можно как мотобуксировщик использовать. Мы дальше. Есть мини-снегоход, а есть мотобуксировщик. Принципиальное отличие. Вот давайте о них поговорим в ближайшие 50 минуты. Что за ягода? С чем ее едят? В первую очередь, мотобуксировщик, он же мотособака, это будет, ну, типичная для всех конструкция. Это гусеница, типичная для всех мотособак. А, ну, да. То есть не будет каких-то глобальных отличий там у трех-четырех там производителей. То есть форм-фактор всегда практически один и тот же. Ну, я не беру, опять же, частные случаи, где там две гусеницы бывают, там какие-то там приписывают супер-вездеходные качества. От снегохода основное отличие? Одна гусеница, сверху двигатель, вкратце если. Лыжи нет. Окей. А где... Как рулить-то? А где этот самый извозчик-то? Стоишь в санях, которые ты прицепляешь сзади на прицепное устройство специализированное. Вот поэтому и собака, да? Да, да, да. История уходит, кстати, в далекие там 70-е, 80-е года там, кстати, из России все это, наверное, пошло, насколько я знаю. Но суть в чем? То есть это альтернатива упряжке собак. То есть собак не хотели мучить, захотели как-то моторизировать это все дело. Из подручных средств поставили двигатель, сделали какую-нибудь первую гусеницу свою. Все, получилось. Мотособака-мотокошка. Если я правильно понимаю, что к такой штуке мы покупаем, грубо говоря, вот блок двигателя с гусеницей. Ну да, отдаленно, да. Там есть вот какой-то вот такой вот руль, который мы там можем рулить. Вась, перебью, опять же, управление будет схоже с управлением мотоблока. То есть стоишь в санях. То есть ты всю конструкцию поворачиваешь, да? Да, это, кстати, легко. Это на практике, кажется, тяжело, но на практике... На снегоходе ты поворачиваешь лыжу, лыжу, и у тебя рулит. А здесь ты поворачиваешь всю эту гусеницу. Я, честно скажу, сам ни разу не пробовал. На снегоходах ездил много, но мотособаке ни разу не представляю, как ее покупать. Ну, по сравнению со снегоходом, мото-буксировщик все-таки более, конечно, варварский метод передвижения, но имеет свои плюсы. Саней в комплекте или их надо покупать? Подбираем под себя, под свою комплектацию. То есть побольше, поменьше. Одни сани, двое саней. В санях исключительно стоять? Можно сидеть, сидушки, возможно, можно приделать. Сидишь и рулишь. Проходимость чуть похуже. Место больше занимаешься. Сидишь и рулишь. Соответственно, водитель в санях. В санях же у тебя еще пассажира надо посадить. Вот сколько человек я могу посадить в мотособаке? Я, насколько понял, там сани могут быть любые. Нет, 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 неправильно. Сани любые не подойдут. Надо подбирать, опять же, для более хорошей проходимости сани, которые идут хорошо в колье, опять же. Ну, то есть, в ширину гусеницы. В ширину гусеницы, если это оставляет, там 50 сантиметров, грубо говоря. И сани надо брать там по низу, чтобы они были тоже 50 сантиметров. Можно подцеплять их танденом, можно так называемым паровозиком. Да, то есть, ну, идеальная компоновка. А управляемость за счет этого и проходимость, наверное, упадут. Проходимость. Если там трое сани подцеплю. В одних у меня там маленькие сани, например. Или как вот они должны быть, не знаю, там одинаковых габаритов. Либо это могут быть вот маленькие сани, в которых там сидит, стоит. В идеале, Вася. Сидит или стоит рулевой, да, там назовем его, водитель. Вот перебью. Сзади там стоят следующие сани. Идеальная компоновка это мотобуксировщик. За ними сани с водителем и с полезным грузом. И еще одни сани с пассажиром и, опять же, с грузом. Паровозик. А, ну, то есть распределить, чтобы не проваливалось. Распределить нагрузку. Это мы выиграем, во-первых, комфорт для водителя. Где-то можно сманеврировать это, заваливать своим весом. Почему, опять же, более варварский метод передвижения. Я настолько понимаю, в любом случае, мотобуксировщики, вот мотособаки, они более бюджетные по ценнику, по сравнению. Гораздо бюджетнее. В какой бюджет можно уложиться? Ну, давайте, видимо, о достоинствах уже начинаем говорить, да? Да, в какой бюджет? О чем Антон вкратце упомянул. Порядок цен начинается, ну, буквально там, от эконом-класса. Но, опять же, они будут ограничены проходимостью за счет 38-й гусеницы. Понятно. От 40 и пошли до бесконечности. А, ну, то есть даже до 50 можно уложиться. То есть 40, сама мотособака, плюс санки. 3000 плюс-минус. 3000, ну, короче, в 50 там полный комплект будет со всеми санями. Даже останется на обмыть. Даже останется на обмыть и на масло. Двигатели двухтактные, четырехтактные. Вот я там знаю, что в некоторых бывают двухтактники, по-моему, ставят. Отходят они на задний план. То есть убирают. Правила используют, ну, опять же, тенденция пошла из Поднебесной. Четырехтактные двигатели, которые, кстати, стоятся так же точно и на мотоблоке. То есть движок будет подобный, либо, как минимум, такой же точно. Почему именно они? Почему они какие-то двухтактники? Ну, во-первых, четырехтактник, они абсолютно все свойства свои отыгрывают на все 200% возможных. Это неприхотливые. Это, опять же, они дешевые по расходникам. Сами по себе имеют небольшую стоимость. Ну, и неприхотливые. В первую очередь, это неприхотливость. Давай тогда, ну, коли уж мы там достаточно подробно разобрали какие-то модели мини-снегоходов, давай какую-то, по твоему мнению, самую конкретную модель, какую-то популярную, такую вот, которую прям все там хотят приобрести, да, и которая действительно там имеет определенные плюсы ширина гусеницы, проходимая, мощность. Классика жанра. Классика жанра. 50-я гусеница, габаритный размер 1,5 метра. Ну, это универсальность в плане транспортировки. То есть подбираем примерно такого же размера сани. Я точно уверен, что, вот я даже видел это, берут мотособаку, ставят ее вот в эти сани, в санях поднимают и загружают в машину. Прямо, да, вот прямо запихивают в багажник. То есть удобство, компактность, удобство в чем? Вытащить, достать из машины, где-то перекантовать в санях легче и удобнее, потому что они катятся сани. Понятно. Модель. Модель. На сегодняшний день очень популярной моделью стали буксировщики фирмы БТС. Плюс завезли практически все верно. Только из-под небесной двигателя. Все остальное наше. Все как всегда. И собирают в России тоже. Так точно, все верно. В чем плюс? Цена, качество. Опять же, буксировщики схожи все по характеристикам, по свойствам. И визуально они похожи все только на друга. Где слушателям, скажем, модель, чтобы они так пришли к нам в арсенал и сказали, хочу мотособаку. Хочу БТС 15 лошадей, среднюю гусеницу, не короткую, не супер длинную, универсальный буксировщик. 13-15 лошадей. Практически все цели и задачи он перекрывает с лихвой. Хватает для всего. По моделям, по хотелкам можно так и вверх двигаться, так и вниз. По скорости они проигрывают. По удобству проигрывают. По скорости, но я собаку могу разогнать по укатанному снегу. В зависимости, опять же, комплектация 40-50 км в час. Но, огромное, но это комфорта ноль, потому что стоишь сзади в санях и рулишь вот всем вот рогами. Стекла никакого нет. Никакого абсолютно. Подогрева ручек никакого нет. Можно сделать. А ну как опцию можно добавить. Освещение, фонари, багажник, полезный груз. Комфорт, я насколько понимаю, все равно меньше, чем на мини-снегоходе и на снегоходе большом. Баг, емкость, бензин. В зависимости от модификации до 8, грубо говоря, литров. То есть ставят как и 9 лошадей, так и 6,5 лошадей, так и 13, так и 15 лошадей. Расход? Средний, опять же, как на Мухтаре. Такой же, как на Мухтаре. А вот Мухтар, его можно использовать, если память не изменяет, без лыжного модуля или он... Спереди лыжный модуль убираем, ставим рога. Получается та же мотособака. Все верно. Между прочим, с реверсом еще. Которая назад едет. Которая может ехать сама. А обычные мотособаки едут только вперед. Не всегда. Не шагу назад. Есть модификации и с реверсом. Но, опять же, это влечет за собой удорожание стоимости. Реверс, видимо, присутствует в том числе для соблюдения мер безопасности. Это удобство заехать, выехать из гаража. Выехать это раз. А во-вторых, если в снег зарылся... Ну, пустить его. Какую-никакую раскачку. Ну, назад его там выехать. По более уже утоптанному снегу. Я просто подумал, нет, если едешь, вдруг какое-то полынье обнаружат. Если полынье, то не успеть. Не успеть. Никакой реверс включить. То есть остается только выпрыгивать. Это отдельный разговор, конечно. Реверс это, в первую очередь, удобство проходимости. Где-то нужно сдать назад с санями. То есть выехать, заехать, переехать. Ну, и в том числе из гаража просто банально. Я, кстати, насколько заметил, с реверсом вот такие штуки в основном покупают, большей частью приобретают охотники. Не рыбаки, а охотники, которые передвигаются где-то в пересеченной местности, где есть лес, кусты или еще что-то. Рыбаку-то там что? Он выехал по прямому полю и шпарит. А охотнику это важно. Где-то там между деревьями проехать, назад вернуться, найти более удобный путь. Ну, вот такие штуки покупают в основном именно охотники. Так. Как можно усовершенствовать эту мотособаку? Что дополнительного оборудования? К любой ли мотособаке? Я вот сейчас про Мухтар опять же. Я для себя узнал вот эту вещь буквально сегодня. Что с Мухтаром можно его взять без лыжного модуля. Ну, для того, чтобы сэкономить там определенную сумму денег, да. И пока там копишь на лыжный модуль, на нем можно передвигаться, как на мотособаке. Да. Вот. К любой мотособаке подцепляется лыжный модуль. Есть модификации и модели лыжных модулей, которые устанавливаются, в принципе, да, действительно, практически на любую мотособаку. Они также представлены в наших магазинах. Но суть-то вот в чем. Отдельно, буквально года 3-4 назад начали появляться и набирать популярность модели мото-буксировщика. Но подразделяются они все-таки на другие вещи. Так называемые толкачивость. Ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю? Не качивость. Поставку ждем. Ну, я же модулейно. Груз впереди, и ты его толкаешь. Нет, не груз, не груз. Спереди стоят сани. Сзади у нас идет классический мото-буксировщик. То есть собаки-то у нас впереди, а сани мы сзади. А здесь будет толкать. А тут я об этом и говорю. В чем суть? Опять же, непонимающий человек скажет, а какая, собственно, разница? Тяни или толкай. Разница, как всегда, есть. Тянуть проще вроде принято в технике. Толкать плюс какой будет. Проходимость возрастает в разы. Почему? Потому что мы идем по снегу, по целине. То есть мы перед собой сначала трамбуем этот снег, а потом уже по укатанному, за трамбованному снегу уже едем. За счет этого возрастает проходимость. В принципе, собака будет ограничена по проходимости. Можно, конечно, поставить, докупить там модуль лыжный. Получится мини-снегоход из собаки. Получится так называемый трансформер использовать и так, и так. Но проходимость всегда собаки будет ограничена тем, что у него развесовка. То есть либо она тянет, либо толкает. Но у нее имеется большая гусеница. Комфорта будет меньше. Однозначно меньше, потому что стоять, либо сидеть, это все-таки в санях не так комфортно. Ладно, хорошо. Толкач. А где водитель-то сидит? Сидит прямо на собаке, сверху. А-а-а. Практически. Она получается посерединке между санями и буксировщиком. Блин. Надо было посмотреть. Это кажется страшным, но на деле это обалденная штука. Так, ценовой диапазон мы проговорили. Уже минимум 40. Да, в районе 40 тысяч. И выше. Сколько отдельно лыжный модуль? У меня сейчас просто такой шкурный вопрос, да? Вот если есть они там уже за 100, а здесь, насколько я понимаю, я покупаю за 40. Беру там лыжный модуль, не знаю, сколько он тут, 10, 15. Лыжный модуль стоит порядка 20 тысяч рублей. Если посмотреть именно приставку модуль толкач, они, конечно, на порядок дешевле. Эта конструкция получается проще. То есть именно поворотный механизм, именно рама, именно руль, именно площадка, где мы сидим, куда мы ставим ноги, ну и также точно подбираем под себя сани. Порядок цен от 15 и выше. Вот я сейчас это просто к тому, что кого заинтересует, да, на самом деле можно даже так сильно до 100 уложиться-то. Сильно до 100, очень сильно до 100. А можно я такой вопрос задам? Ну, вы же, безусловно, я напоминаю, что это эксперты компании «Арсенал», но вы же, безусловно, изучаете цены у конкурентов, их предложения. Вообще, есть ли большой смысл мотаться по городу в поисках более выгодного предложения? Нет, за счет больших поставок. То, о чем мы сейчас говорим. Нет, за счет больших поставок и налаженной схемы, все-таки в одном месте мы сконцентрировали лучшие модели. Тот же «Мухтар», те же «БТС», еще куча вариантов. Выбор на данный момент огромен. Всех производителей, сегодня мы далеко не всех рассмотрели, то есть про каждую можно говорить, хоть и не из виду одинаковые, но у каждой модификации есть свои нюансы, особенности, про которые можно долго и тщательно разговаривать. Ну, это, я думаю, что лучше сделать в магазине. На комсомольской боссе. Непосредственно глядя на эту модель, задавая вопросы, и там Антон и товарищи смогут рассказать коллеге, все что угодно. Не помню, проговорили, не проговорили, насколько востребованы там мотособаки. Как никогда. Не подлежит абсолютно никакой регистрации, нету лыжи. То есть, в принципе, ставить на учет что? Гусеницу с двигателя? Нет, конечно же, никто так не будет делать. Регистрация не подлежит вообще. В силу своей ценовой политики, она сейчас уже достаточно доступна. Ну, то есть, это средняя цена обычного лодочного мотора. Ну, я тоже хотел привести пример. Ну, как обычно. Примерно сопоставимо с лодочным мотором. Нет, сопоставимо. И если сейчас посмотреть, что летом у нас практически все там на моторах, да, и я думаю, что зимой, ну, я сейчас, выезжая на зимнюю рыбалку, все больше и больше замечаю людей, которые именно моторизованы уже, да. Они там мотособаки, мини-снегоходы какие-то, огромные большие снегоходы. Так или иначе, это развивается. Ну, лет назад еще все либо пешочком, либо на лыжах, либо на классическом буране, который прожорлив довольно-таки, ну, и тяжелый, и тяжелый. Вот, опять же, отдельный разговор. Сейчас, да, можно позволить себе, практически каждый может себе позволить купить какую-никакую там мотособачку, маленький снегоходик, и без проблем с реализацией парики. Все супер, давай, и, наверное, уже вот так вот, подытожив это все... У нас остается сколько? Четыре минуты у нас буквально еще есть. Вот, подытожив это все, уход. Вот как-никак, все равно эта техника, да, какой за ней нужен уход? Да, чтобы она исправна в сезон, выезжала, бразила. Вот она служила, служила и служила. Самое главное, вот давай там несколько факторов, которые обязательно нужно соблюдать, для того, чтобы наша мототехника там работала долго и долго и радовала нас. То есть, что нам нужно? Самый минимум, проверяем перед каждой поездкой систему управления, органы управления, рули. Чтобы ничего не болталось, нет. Все верно, все верно. Что-то смазать, если где-то нужно и требуется. Проверить подвеску, проверить трансмиссию, проверить двигатель. Как проверяется это все? Очень просто, буквально на коленке можно все проверить, починить даже в случае чего-то. Вот я сейчас задам вопрос. Очень часто на больших снегоходах приходят и покупают вот эти вот как раз, как ты говорил, склизы. Говорят, они у меня сгорели. Отчего, почему и как это могут они сгореть? Комфорт требует жертв. Склизы могут сгореть по какой причине? Если мы ходим долго, ездим долго очень по укатанному снегу. То есть, если у нас специализированные скрипки не стоят. А на больших снегоходах, кстати, как правило, стоят и их. Либо мы очень много и долго и упорно едем по льду. Открытому льду без именно снежного покрова. Когда нет сцепления постоянного. Ну, склизы, представь себе, это просто пластик, который трется, по сути, об гусеницу. То есть, непосредственно по резиновой части гусеницы ходит и по скобкам металлическим. То есть, пластик истирается очень быстро на сухую. Когда сгорает вот этот склиз, гусеница тоже портится? Да, конечно. Обязательно. То есть, вот, за этим стоит следить. Ну, грубо говоря, вот я выгнал свой буксировщик из гаража. Если у тебя есть склизы. Решил ехать на рыбалку. То есть, мне как минимум стоит на вот это обратить внимание. Подвеску. Подвеска, трансмиссия двигателя. Подвеска, посмотреть гусеницу, да, там, натяжение. Да, да. Чтоб она там не болталась. Окей. Уровень масла там есть? Перед каждой поездкой, так как двигатель четырехтактный? Щуп есть там. Обязательно, конечно. Карбюратор, кстати, да, Вить? Да. Так, карбюратор. Так. Да, да, да. Нам звукорежиссер показывает, что остается минутка у нас. Уже пора, уже пора. Мы, как всегда, более подробно, более тщательно прийти пощупать, посмотреть на комсомольское оси. Окей, последний вопрос. Зимний сезон у нас закончился. На лето я что-нибудь делаю. Там масло сливаю, заливаю. Где-то жидкости. Комсомольный сервисный центр тебе все обслужат, все сделают. Если по какой-то причине не получается, все в инструкции на русском языке, черным по белому, все расписано, показано. Если что, мы подскажем. Хорошо. Куда, что, как залить. Хорошо. Все понял. Спасибо. Поговорили о части. О частичном мы поговорили. О сотой части, наверное. О сотой части. Я думаю, что сделаем еще. Вот сейчас новинки придут. По ним обзор. Конкретно поговорим об этих моделях, которые появятся. Безусловно, еще побеседуем. Василий Мамонов, Антон Хлыбов. Эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. У нас еще немножко времени, вернее, у меня уже остается немножко времени для того, чтобы подвести итоги нашего фотоконкурса «Мой долгожданный трофей». Через несколько мгновений или минут вы узнаете о том, кто получит приз от компании «Движение нефтепродукт» нашего генерального партнера. Приз в виде 30 литров бензина «Ультра-92». Терпение немножко, и вы все узнаете. Трофей «Рыбалка». Добрый вечер еще раз. Считанные минуты буквально остаются до завершения программы «Трофей и рыбалка». Это самые волнительные минуты, потому что прямо сейчас я подведу итоги нашего фотоконкурса под названием «Мой долгожданный трофей». Еще раз напоминаю, что этот конкурс, он проходит в группе нашей радиостанции ВКонтакте. И этот, и все последующие. Вот я буду об этом напоминать в каждом анонсе, так что вы имеете в виду. Итак, что разыгрывается. Напоминаю, что это 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт» — это наш генеральный партнер. «Без движения нет ужения». Слоган у нас такой программы. Вот сейчас держу на камеру три купончика. Те, кто думал, что мы вручим прям 30-литровую канистру с бензином, нет, вы не правы. Мы более цивилизованно поступим, чтобы не таскать это все и чтобы не пахло тут нигде бензином. Итак, напоминаю, кто участвовал в нашем финальном голосовании. Четыре рыболова мы решили туда запулить в голосовалку. Сейчас проговорю имена всех участников. Номер один — это Роман Ашихмин. Напоминаю, что по условиям конкурса нужно было не только фотографию своего трофея и себя, соответственно, прислать, но еще и оставить небольшое описание в нашей группе ВКонтакте. Итак, что же я вижу у Романа Ашихмина? Обычный однодневный выезд на любимую реку Вятка на очередной постановке под стаей Бели на втором забросе. Ловлю приятный бонус в виде щуки на 4 килограмма 800 граммов. Всем ни хвоста, ни чешуи, написал Роман. Щука, собственно, на фотографии выглядит все это очень и очень симпатично. Да, кстати, я хочу сказать вам, что я пока не знаю, кто победил в нашем голосовании, потому что я лично ВКонтакте в нашей группе не голосовал. Ну, вы сами знаете, пока человек не проголосует, он не увидит там процентовку и количество голосов, отданных за то или иной вариант. Я сделаю это в самом конце. Участник номер два — Сергей Порубав. Порубав, Сергей прислал очень солидную фотографию, где он вместе со своим трофеем. Это щука почти что на 9 килограммов, это я читаю в описании. Ну, сейчас прочитаю все. Неожиданный подарок принесла рыбалка на Вятке в районе Новожил. Новожил, если не ошибаюсь, это уреческий район. Щука на почти что 9 килограммов, третий разряд по спортивной ловле, ведь поймал ее во время участия в областных соревнованиях. Довольный такой Сергей стоит с этой щукой. У него медаль на шее и кубок в левой руке. Очень здорово все это выглядит. Это участник номер два. Далее участник номер три — это Сергей Мазунин. Тоже он со своим трофеем. Сейчас прочитаю описание. Это трофей из прекрасной реки Белая Холуница. Рыбачу на данной речке с детства. И вот однажды она порадовала меня хорошей щукой на 2,5 кило. Собственно, фотография прилагается. Хотя на данном месте стояли мы с братом и ловили окуней на глубине всего 30-40 сантиметров. В травке злая охотница не могла проплыть мимо вертушки. Дали наименование и бренд Мэпс. Вертушка вот этого бренда. Участник номер три. И участник номер четыре. Да, все верно. Зовут его Семен Микрюков. Вот у него, на мой взгляд, самое оригинальное описание. Он тут подмазывается, как может. Вечерком заправился, я значит, на движении, пишет. Он в путь отправился с друзьями на рыбалочку. По пути слушали нашу радиостанцию. Всегда ловит и везде. Все встали рано утром, часа в четыре. Сначала клянул шнурок щучий. Прям какое-то обидное прозвище получилось. Эй, ты, щучий шнурок. Потом судак пожаловал в гости. На завтрак были стейки из судака и уха из щуки. Тоже классная фотка. На ней улов Семена как раз-таки изображен. Итак, внимание. Беру в руки те самые купоны. Три штуки, каждый на 10 литров. От компании «Движение нефтепродукт» Ультра-92. И вот сейчас передо мной встает, конечно, непростой выбор, за кого же проголосовать. Кстати, в этом голосовании приняли участие более 400. Кстати, более 400 человек, подписчиков нашей группы ВКонтакте. Ой, трудно, конечно, делать этот выбор. Все участники достойные. Великолепные фото предоставили. Не поленились написать, где, как, на что это было поймано. Ну, давайте, ладно. Я отдам предпочтение Сергею Порубову. Потому что, во-первых, у него все-таки самый большой улов. Почти 9 килограммов щука. Потому что он матерый. Рыболов. Медаль. Опять же, кубок. Давайте я за него проголосую. И прямо сейчас я узнаю, кто же все-таки победил в этом конкурсе. В фотоконкурсе «Мой долгожданный трофей». Итак, Сергей Порубов. Отдаю за него свой голос. И что же я вижу? Я вижу все. Теперь я вижу, кто победил. Итак. Не одержал победу в нашем конкурсе. Не одержал. Роман Ашихмин. 10% с небольшим голосом он получил. Тех более 400 человек, которые проголосовали. Не одержал победу Сергей Мазунин. У него самое небольшое количество лайков. Не одержал победу Сергей Порубов, за которого я только что проголосовал. Очень жаль. 36 у него процентов. Это второе место получается. Ну и, как вы можете уже догадаться, 30 литров бензина от нашего партнера, генерального компании «Движение нефтепродукт» достается Семену Микрюкову. Вот тот, который оригинальное описание, где упомянул нашу радиостанцию. У него больше 51% голосов. Семен, я вас поздравляю. Вот эти три купона, которые я снова держу в руках, не выпуская. Я их все-таки выпущу, когда вы придете к нам. Прийти можете уже завтра. Не секретно, что мы находимся по адресу московская 40. В редакции вам обязательно мы эти купоны вручим, вас сфотографируем и выложим фотографии, соответствующие в нашей группе ВКонтакте, чтобы никто не задавал вопросы, а куда вы купоны дели. Вот настоящий победитель. Только что определился Семен Микрюков. Еще раз вас поздравляю. Да. И что касается наших последующих конкурсов, я сейчас хочу об этом сказать. Это не было упомянуто в условиях вот этого конкурса, но это отныне будет впредь. И мне подсказала редактор нашего сайта и наших групп в социальных сетях Даша Топузлеева. Она мне сказала, Вова, а ты знаешь, в голосованиях могут ведь люди и накручивать голоса. Вот если, говорит, я замечу в следующий раз, что кто-то этим занимается, давай будем снимать человека с голосования. Даша специалист, я ей доверяю в этом смысле, и я ее поддержал. Вот если в следующий раз что-то такое будет происходить, а Даша это сможет доказать, а если вы не сможете обосновать обратное, то, увы, в голосовании вы принять участие не сможете. Вот такое условие. И да, что касается следующей нашей программы, трофея рыбалка, она выйдет в следующий четверг в 8 часов вечера. Это будет 1 ноября, если не ошибаюсь. И там речь пойдет о турнире по ловле форели на спиннинг. Турнир этот будет проходить 28 октября, в это воскресенье, в рыболовном клубе Билдуга, что в чистых прудах. Я напомню, что этому турниру мы посвятили предыдущую программу трофея рыбалка. Эксперт компании «Арсенал» Василий Мамонов очень подробно рассказывал и об этом турнире, и об особенностях ловли форели на спиннинг. Обязательно найдите эту программу на нашем канале в YouTube, либо на нашем сайте хакирова.ру. Вот, мы планируем сделать выездную запись этой передачи, которая выйдет в четверг 1 ноября. Естественно, будет видеоверсия. Я лично собираюсь там все отснять, как участники турнира закидывают, забрасывают снасть, как они выводят попавшуюся рыбу, как они ее достают. Думаю, что получится очень интересно. Всем рыбакам, как это принято говорить, ни хвоста, ни чешуи. На сегодня программа «Трофей. Рыбалка» завершена. Всем хорошего отдыха. Пока.